МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы говорим о той ситуации, которая сложилась на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы. И в первую очередь мы ждем информацию о том, что все-таки ситуация стабилизируется. Как вы думаете, какие факты говорят о том, что все возвращается к мирной жизни? Для нас это очень важно услышать. Здравствуйте еще раз. Действительно нас радует, чтобы ситуация стабилизировалась. Кыргызско-Таджикские пограничные вопросы появились не вчера. Они существуют уже более 30 лет. Это наследие той политики, когда в советское время было размежевание на национально-государственные размежевания, и в результате мы имели сегодняшнюю границу. Но однако вот такие конфликты бытовые, можно сказать, между жителями, между соседями, между сообществом, они постоянно были каждый год весной, когда весной, когда начинаются сельскохозяйственные работы, нехватка воды и так далее. Но однако вот конфликт такого масштаба, когда применением оружия, применением, можно сказать, артиллерии, минометов, даже вертолетов, нападения на мирного населения со стороны силовых структур, со стороны армии, и в последствии, в результате погибли невинные мирные люди обеих сторон, конечно, нас очень огорчает. И поэтому такие моменты должны решаться только путем переговоров и дипломатии. Применение сил – это вообще-то не пути решения, потому что когда не остаются другие аргументы, тогда стороны применяли вот такие силы. Мировая практика показывает, вот такие моменты очень много в мире, и поэтому эти события, конечно, трагические, потому что можно было бы предотвратить, можно было бы, например, к этому моменту надо подойти более разумно, но, однако, со стороны руководства Таджикистана, я вот открыто скажу, например, режим президента Рахманова Таджикистана к этому привели, однозначно, что это мировое сообщество об этом говорит, однозначно есть уже факты, есть аргументы, то, что они начали первыми. Скажите, пожалуйста, насколько большие масштабы трагедии? Трагедия действительно очень, масштаб очень большая, потому что все-таки погибли мирные люди, 35 человек по официальным данным, 173 человека получили ранения, несколько десятков домов были сожжены, школа, ФАП и так далее. И одновременно трагедия в двух районах Баткенской области, например, в Лейлекском районе, несколько сел одновременно, они подверглись на нападение, конечно, люди, беженцы, несколько сотен тысяч, десятки тысяч человек. Трагедия очень большая для нашей страны, масштаб очень большой. Странно, что вот таджики подожгли 10 АЗС, ведь они там регулярно заправлялись. И как вы думаете, спланирована ли эта акция? Я думаю, это глубоко запланированная акция. Я знаю, я там работал, я несколько раз побывал в этих селах, в Лейлекском районе, Арка-1, Арка-2, Максат, Достух, Борбордух и Интернационал, где просто там граница, это автодорога, трасса. Там на берегу, там, например, левая сторона этой автодороги, это Кыргызстан, правая сторона Таджикистан, эти заправки, они стоят вдоль дороги прямо. И, конечно, запланированная акция, потому что, вы знаете, вот последний месяц с приходом новой власти у нас в Кыргызстане, конечно, наше руководство решили бороться с контрабандой, и поэтому приостановили вот эту контрабанду, может быть, причастны эти контрабандисты, они действительно, почему подожгли этих автозаправок, домов, потому что они не смогли получить выгоды, и поэтому здесь тоже какие-то экономические интересы тоже со стороны вот этих организаторов есть. Но все-таки применение огня, таджикская сторона первая открыла огонь. Были ли на то причины, или они не искали их, просто применили и все? Буквально я вчера по соцсетям почитал одну статью, которую написал эту статью, тоже аналитик из Таджикистана. Тоже в этой статье они показывают, они отвечают вопрос, почему, например, применяли оружие, они оправдывают, что до этого, в прошлом году, кыргызская сторона тоже применяла оружие против мирных граждан Таджикистана. Это был ответ на эти акции. Вот в таком виде этот человек интервью давал таджикской стороны. И поэтому, я думаю, вчерашние вот эти события, 29-30-го, 1-го мая, применением оружия против мирного населения, против граждан, которые вот безоружны, это уже агрессия, это уже, можно сказать, даже террористический акт. Это преступление против человечества. Потому что военные, они прекрасно понимают, знают, когда мирное население, тем более вот кыргызы и таджики, они живут веками. Там действительно дома расположены, можно сказать, там дом таджика, дом кыргыза, там они просто, даже между ними нету вот такие, какие-нибудь переграды. Просто элементарные маленькие тропинки есть, просто вот огороды, которые они вот друг другом ограждают. И поэтому вот такие применения, потом гражданские листья, которые в руках оружием ходят, это тоже означает, возможно, какие-то боевики, переодеты на гражданской одежде. И даже есть такие, можно сказать, выводы, мнения, что они, эти люди, не местные. Потому что кыргызы, которые там проживающие, друг другу очень хорошо знают, и кыргызы, и таджики. Наши граждане кыргызские говорят, что мы этих людей не знаем, не видели раньше. Они, возможно, приехав из других регионов Таджикистана, возможно, это боевики других, например, мы же знаем, даже говорят, какой-то этот полевой командир Искандершох, его люди, которые переодеты на гражданские лица, и они вот нападали. И поэтому в этом плане, возможно, силовики Таджикистана тоже не смогли контролировать. Поэтому, когда Пол Претт Баткенской области Омурбек Туманалиев тоже говорит, когда мы по телефону разговаривали с главой Сугдийской области, что он поговорил с главой Исфаринского района Таджикистана, но глава района он не послушался. Это что-то тоже означает. Значит, это были какие-то запланированные, какие-то боевые действия были. Я вот расцену эти действия, даже как не только агрессия со стороны, это уже терроризм, террористический акт. Это международный терроризм, возможно. Но, наверное, политическое руководство Таджикистана никогда не признается, что то, что произошло на границе, было не под их контролем. Это, естественно, они не признаются, что мы, естественно, вот никакие со стороны Таджикистана военные не присутствовали, или эти люди, которые имели оружие, мы не раздавали, и так далее. Но многие факты, видео, съемки, об этом даже сами Таджики, которые снимали, распространяли, говорили, вот один человек говорит, вот есть там село Ходжайалу, таджикское село, там очень густонаселенное село, и Варух тоже, например, Анклав, там около 40-50 тысяч человек проживают, с каждым годом увеличивается число населения, но действительно территория мало, и он говорит, если надо, мы вам потребуем, мы вам раздадим оружие. Ну, создан такой определенный прецедент, что началась стрельба в то время, когда в Душанбе было не закончено совещание секретарей Совбеза ОДКБ, и, в общем-то, кыргызстанцы очень ждали такой конкретной реакции от этой организации, потому что Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ, и пока никаких конкретных действий мы не увидели, только определенную оценку, которая, в общем-то, некоторых политиков, экспертов не удовлетворяет. Конечно, нас тоже очень сильно огорчает, когда ОДКБ заседание идет в Душанбе, а там присутствуют председатели, членов этой организации. Что означает? Это означает, ОДКБ как организация, это бездейственная, как-то вот кризис внутри организации. Когда член одной организации, член государства воюют друг с другом, или нападают одна страна другому, и позиция ОДКБ как-то непонятная, и это уже означает, что эта организация как-то надо перерассмотреть некоторые пункты, уставы этой организации, потому что могли бы предотвратить, могли бы сразу заявить, когда вот, тем более, 27-28, 29-го, когда у нас начались перестрелки уже ночью 28-го, утром 29-го, апреля же, и поэтому факт, то, что действительно серьезный вопрос надо поставить, надо перерассмотреть устав, другие пункты членства этой организации, потому что надо сделать так, чтобы категорически быть членом в одной организации и друг другом воевать, открыть другому государству военную агрессию, и поэтому ОДКБ должен рассмотреть, и я даже о членстве Таджикистана тоже об этом, что-то надо предупредить, поэтому нас действительно это огорчает сегодня. Ну, скажите, нужно ли отправлять какие-то запросы в другие международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, ОБСЕ это тоже организация по безопасности и сотрудничеству, да? Мы являемся членом этих международных организаций, мы уже с 92-го года член ООН, член ОБСЕ. Я думаю, чтобы дать более объективную, более реальную оценку, чтобы постконфликтные ситуации можно организовать какие-нибудь комиссии и им направлять какие-нибудь обращения, чтобы они нам давали более объективные оценки и мониторинга, потому что когда сторона и таджикская сторона и мы когда говорим, что первым начали вы или вы виноват и так далее, естественно, они не признают. И поэтому, чтобы больше не повторялись, чтобы вот такие случаи не были, потому что в дальнейшем до сих пор никто не гарантирует, что у нас с Таджикистаном общая граница составляет 976 километров, из них всего лишь решено 504 километра, еще остается около 400 километров, особенно очень сложные моменты, когда вот именно граница прошла через населенные пункты. И поэтому международные организации, ООН, обещания должны давать одновременно ущерб, какие и материальные, и человеческие в плане большой ущерб понесли же мы. И поэтому эти организации должны давать свои оценки, свои, можно сказать, какие-то миссии выполнять, чтобы в постконфликтной ситуации такие моменты не повторялись. Во время гражданской войны в Таджикистане, кстати, международная организация, в частности ООН, она помогала таджикским беженцам, оказывала им помощь, и именно в плане того, чтобы расселить их на территории Кыргызстана, и они чувствовали себя комфортно и имели крышу над головой. Но вот странно, что вот в этот конфликт звучат такие мысли со стороны аналитиков, что они претендуют на всю Баткенскую область. Может ли быть такое? во-первых, когда в 92-м, в 97-е годах в Таджикистане была гражданская война, первым мы оказали помощь кыргызстанцы, кыргызская сторона. ООН, действительно, они, миссия ООН, они работали, но без разрешения государства, без разрешения страны, невозможно было бы разместить этих беженцев. Например, бывает, когда на Ближнем Востоке такие же конфликты беженцев соседи не приняли. Многие они беженцы попали в Европу, европейские страны, например. Тогда как ближайший сосед, как не только сосед, как братский народ, мы себе приняли этих беженцев. Кыргызстан тогда в 92-м и 97-м году именно Бичкекская декларация была основой примирения этого братоубийственного гражданского войны. И поэтому кроме беженцев мы помогли, мы продуктом, питанием всем таджикским народу очень сильно помогли. И когда многие таджикские наши коллеги об этом до сих пор вспомнят, они говорят, что кыргызский народ, кыргызы, кыргызстан нам действительно спасли нашу жизнь. И сегодня вот такие претензии на целую область это уже глупость. Это даже можно сказать невозможно представить. И если претендовать сегодня территориальные претензии, тогда не только между Кыргызстаном и Таджикистаном, но и между Узбекистаном и Таджикистаном, между Туркменистаном, между Афганистаном, между Китаем будут большие войны с Таджикистаном. И поэтому это просто глупость, это просто миф претендовать, что это целая область, их территория и так далее. Если на это посмотреть, сегодня просто это просто как-то средневековье, потому что сегодня есть мировое общество, мы все члены ООН, там четко написано, есть мировой порядок, мы подписали многие международные соглашения и права, мы являемся как-то членом международных прав и сообществ, поэтому граница и территория, и САЦКВО четко сохраняются, мы уже признали, что границы, имеющие, они уже существующие границы, они как святые, они не меняются, и поэтому в первую очередь, не знаю, об этом говорили таджикская власть или руководство, но в первую очередь, чтобы такие граждане, вот националистического характера, которые имеют фашизм, говорят, это неправильно, в первую очередь, чтобы начать со школ, даже с садика, чтобы в вузах преподавали историю, чтобы говорили, мы эти земли не претендуем, кыргызы никогда на чужие территории, на чужие земли не претендовали, не претендуют, нам не нужны другие земли, мы только сохраняем свои земли, поэтому вот такие вещи не должно даже не только высказать отдельные люди, вообще вот такие темы, вот такой вопрос не должно быть сегодня. Вот эта ситуация показывает, что она не совсем управляема, что есть какие-то группировки, которые могут действовать в разрез политики и без согласия властей того же Таджикистана, и конечно Кыргызстан должен иметь возможность защитить себя, чтобы подобные конфликты не повторялись. Но то, что касается вопроса демаркации и делимитации вот этой государственной границы, это самый сложный участок между странами. 30 лет он не был решен, и когда определялась государственная граница на заре независимости до двух стран, не хватило политической воли или еще каких-то моментов, для того, чтобы все-таки проложить границу именно по этому участку, хотя по другим территориям линия границы была проведена. Как вы считаете, смогут ли два государства решить этот вопрос сейчас? Ведь 30 лет мы не могли решить, не могли определить линию этой границы, и видим, к чему это приводит уже сейчас. Ситуация накаляется и обостряется с годами, и дальше оставлять ее нельзя. Вы знаете, на самом деле лед тронулся, потому что решить этот вопрос надо. Просто оставлять еще на следующее поколение, чтобы сейчас невозможно решить это приведет к новым конфликтам, потому что население, народ четко должен знать, чтобы граница делимитации, демаркации прошла, чтобы четко знали территорию Кыргызстана, территорию Таджикистана. И поэтому я понимаю, очень сложно, тем более где Баткения с Таджикистаном, где граница прошла как в шахматной форме, потому что там можно сказать, один дом крыгызский, второй таджикский, там невозможно начерить, но однако все-таки решить эту проблему можно, потому что в первую очередь это безопасность наших граждан. Если вопрос не решится, вот такие конфликты продолжаются, опять там мы не можем гарантировать, что какие-нибудь провокации, какие-нибудь конфликты приведет к человеческим жертвам, и поэтому надо четко договориться в интересах двух стран, потому что граница решится не только в интересах одной стороны, потому что когда стороны договорятся, можно решить, например, в Лейликском районе, где Арка-1, Арка-2, Интернационал, этих селах, там граница четко почти что нету таких проблемных вопросов. Проблемный вопрос есть в Кокташи селах и есть в Аксане, и поэтому хотя бы помедленно надо двигаться, потому что без этого никак нельзя, никак нельзя, потому что в первую очередь граница это не только вот какие-нибудь не знаю, там колючие проволоки или стены, или не знаю, граница в первую очередь вот здесь должно быть. Люди должны понять, вот эта территория наша, вот эта территория ихняя. Если вот эти люди, граждане, проживающие, например, таджикская страна, они, проживая в своей территории, считают вот эти селы, селы, территории, селы, районы, области своей территории, это же плохо. И поэтому в первую очередь и таджикская власть, и таджикская страна, и наше руководство, наша власть должны людям объестить, провести разнесительные работы. Вот граница, вот разделено, это уже святое, не надо на чужую территорию претендовать. Даже, например, между двумя человеками есть участок, например, земельный участок, не знаю, там четкая граница должна быть. Если нету там граница, они всегда у них происходят какие-нибудь стычки, конфликты, поэтому решить этот вопрос только путем переговоров. Хорошо, решить вопрос только переговоров. В них должны участвовать, конечно, лидеры двух государств, представители межправительственных комиссий, а кто еще? Я думаю, что здесь нужны еще какие-то силы, люди, которые будут менять сознание, и ежедневно работать вот на этих приграничных территориях с населением? На самом деле, я думаю, здесь в первую очередь учитывать интересы местного сообщества, сотрудничества, потому что когда между селами граница определяется, должны учесть мнение, например, там тоже есть лидеры, неформальные лидеры, есть Ахсакалы, есть, например, люди, которые с советских времен работали, были председателем мухолхоза, совхоза, были, например, работали, они хорошо знающие границы, и в первую очередь договоренность, чтобы в этой комиссии, чтобы населением работать, чтобы население они признали, они поняли, потому что если не учитывая интерес населения, просто комиссия работает, да, паритетная комиссия, там, межгосударственная комиссия и так далее, и так далее, но все равно, чтобы в сознании людей после этого принять решение протоколов, они должны, чтобы людям четко вести разнесительные работы, чтобы они четко знали, потому что без этого просто сказать вот эта территория твоя, вот эта не наша, и так далее, это уже, по-моему, опять какие-нибудь стычки или конфликты будут как-то вот катализаторами, и поэтому я думаю, вот третья сторона, как этот, нам не нужно, просто вот между двумя государствами, чтобы наши лидеры, конечно, в первую очередь руководители комиссии, должны быть люди, очень образованные, грамотные профессионалы, которые, учитывая интересы местного населения, чтобы договоренности были между сообществом тоже, и тогда этот вопрос можно решить, потому что на самом деле я когда часто побывал в Баткене, наши жители Баткена приграничных сел часто говорят, в первую очередь нам решите пожалуйста границу, без решения границы, потому что вы же знаете, безопасность для человека это первая очередь человека нуждается в безопасности, первая обязанность государства это сохранить, обеспечить безопасность своих граждан, и поэтому границы это вопрос безопасности. Действительно, голос граждан, голос местного населения должен звучать по очень многим вопросам, где есть проблемы, где есть какие-то нерешенные вопросы, и в первую очередь это должно быть согласие людей, потому что они считают себя хозяевами вот этой пяди земли, да, и они не хотят покинуть свой дом ради того, чтобы, например, государство определило какую-то границу или не определило, и действительно нужно слушать голос народа. Но скажите, пожалуйста, вот при определении границы с другими государствами много лет назад лидеры стран опирались на карты, которые были составлены во времена Советского Союза, датированы разными годами, был один вариант, второй вариант. Вот в этом случае, в современном мире, нужно ли опираться нам на эти карты, послужат ли они какой-то отправной точкой при переговорах, или нужно забыть уже про них и думать о демаркации и демаркации границы совершенно по-другому? потому потому что эти карты в сторону когда часто говорят согласно карте картой 24-го года территория была нашей согласно карте 36-го года нашей территории или 55-го или 89-го и так далее да эти карты должны когда комиссия работает на эти карты они смотрят но это не означает что этот например только тогда были вот такие карты и поэтому наши территории потому что там и были когда моменты были когда советское время некоторые территории они можно сказать равнозначно обменялись между странами и республиками потому что в целях использования сельскохозяйственной работы или строительства или дороги и так далее и так далее но однако должны быть какие-нибудь документы которые часть территории переданы или не знаю там получены и поэтому прежде всего не на просто карты смотреть на документы которые составляющие договоренность какие-нибудь соглашения протоколы есть архивные документы например просто сказать ну карты это что например просто нарисовать можно же вот вот территория наша и поэтому здесь больше изучить вопросы как эта территория кому принадлежит и какие документы существуют какие аргументы должны есть и поэтому сначала сесть тщательно изучить посмотреть и конечно здесь вопрос очень тяжелый очень спорный бывает все таки надо прийти к единому мнению потому что так нельзя я не говорю чтобы эти граничные вопросы этих спорные территории пограничные вопросы сразу быстро в течение там одного месяца или полгода бывает там продолжается она может на нескольких годов тоже продолжать ну надо двигаться и поэтому только по картам например притяновать это так нельзя я знаю например какие-нибудь территории в 24-м году они были нашими потом где-то 50-е годы тогда как-то единое государство было в советское время переданы именно на использование сельского хозяйства потому что вы же знаете советское время Кыргызстан в основном как республика основном животноводческий являлся а Таджикистан и Узбекистан они были хлопководческими республиками и поэтому как единая экономика Советский Союз они вот распределили вот так например бывает например Таджикистане нужны план например по хлопкопроизводству Таджикистану например другие по животноводству нужной территории поэтому только по картам поспорить по картам разделить территорию тоже это как-то неправильно будет и больше надо рассмотреть на документы но политика изменилась руководствоваться тем что допустим Таджикистану нужно сделать определенный план для всего союза этого же совсем не подходит и нужно забыть эти принципы и думать по-другому но вот решение вопроса границ такое впечатление что работа ведется непостоянно то начинается то затухает вот нужно наверное вести ее на регулярной основе до тех пор пока мы не добьемся результатов и так мы сказали что масштаб трагедии который произошел на границе Кыргызстана и Таджикистана довольно большое погибли 35 человек пострадали 78 домов 2 школы 3 погранзаставы 10 АЗС 8 магазинов здания садика и милиции вот восстановление всех этих объектов как вы думаете в каких временных рамках должно произойти сейчас наверное работает комиссия комиссия должна выявить определить какой ущерб материальный ущерб и потом мы считаем чтобы этот ущерб надо не только вот за свой счет чтобы та сторона тоже на этот ущерб они вот можно сказать компенсировали как это возможно для этого вот как раз работать юристы чтобы через международные организации конечно совместная комиссия должна создаваться между Кыргызстаном и Таджикистаном чтобы они выявили определили бывающие например даже вот два человека например конфликтуют кто больше ущерб и надо разместить а потом вот эти объекты социальные объекты надо очень быстро восстановить в первую очередь жилые дома для наших граждан потому что многие уже сожжены эти дома они остались практически на улице даже вот они говорят некоторые просто не взяли ничего с собой элементарно например когда бежали какие-нибудь можно сказать документы тоже не взяли даже паспорта документы домов полностью сожжены поэтому надо восстанавливать в первую очередь документы потом надо восстанавливать эти их дома надо обеспечить первыми необходимыми можно сказать вещами это это возможно вот посредневные бытовые можно сказать вещи и конечно психологическое восстановление нужно вы же знаете например мы только сегодня смотрим на материальные ущербы насколько люди они психологические дети женщины они уже действительно боятся это уже восстанавливает очень долго трудно потому что я знаю когда в 10-м году даже на юге был межритинский конфликт многих детей семей вывозили на пансионаты чтобы психологи врачи работали потому что они очень испуганные эти дети женщины они боятся и поэтому в первую очередь надо восстанавливать психологически надо восстанавливать их можно сказать здоровье потом надо обеспечить необходимыми первоочередными одеждой питанием продуктом потом надо восстанавливать их дома потом обязательно восстанавливать социальные объекты и пом и фаб и школу потому что эти сети необходимые необходимым считается сегодня конечно мы хотим чтобы граждане как можно быстрее вернулись на свою территорию их дома были восстановлены но в то же время власти должны гарантировать им безопасность чтобы они жили не боялись после того как окажут всю необходимую помощь предстоит огромная работа и я думаю что в этой работе должны принять участие все заинтересованные лица у всех у кого есть какие-то мысли возможности помочь государству конечно пользуясь случаем я хочу поблагодарить наших активных граждан например все начали помогать собрать гуманитарную помощь отправлять независимо от этнического или других происхождений потому что мы едины мы сможем восстанавливать у нас есть на все это есть желание сила есть и первое право государство должно обеспечить безопасность безопасность это прежде всего остальные материальные вот эти ущербы можем восстанавливать и государство есть возможность и население огромное вам спасибо за интервью уважаемые телезрители напоминаю что мы беседовали с директором государственной комиссии по делам религии за Ребеком Иргешевым оставайтесь на Латву 24 берегите себя и своих близких всего доброго на Латву 24 на Латву 24 Субтитры создавал DimaTorzok